Уважаемый президент, уважаемые коллеги, слышно, да? Концерен Матоз Брюшина, взгляд онгогинеколога. Злокачественное образование гинекологической сферы представляет собой не только злокачественное образование тела матки, яичников, шейки матки, но также и рак вульвы и рак влагалища. Наиболее ярко встречающимися и часто встречающимися образованиями являются рак яичников, рак тела матки и рак шейки матки, которые занимают, соответственно, третье, шестое и четвертое ранговые места в заболеваемости. Частота злокачественных генитальных опухолей женской половой сферы распределяется следующим образом и особого изменения не претерпевает. Наиболее часто встречается злокачественное образование тела матки, яичников и шейки матки. И если говорить по заболеваемости, лидером заболеваемости является рак тела матки, то по смертности в этой категории, к сожалению, лидирует рак яичников. И можно отметить и указать, что если мы при раке шейки и раке тела матки встречаем больных начальными формами первой и второй стадии, то при злокачественных наобразованиях яичников, раке яичников, к сожалению, наиболее часто встречаются пациенты третьей и четвертой стадии. Особенностью метастазирования рака шейки матки является лимфово-склюоративное распространение. И это обеспечивает то, что мы достаточно редко встречаем больных. Это единичные случаи при распространенных формах с явлениями канцерматоза. Это же касается и рака тела матки, где преобладает как лимфогенное, так и гематогенное метастазирование. И крайне редко, это можно отметить, пациентов с серозной аденокарциномой тела матки, где встречается возможный перитениальный канцерматоз. Но я бы хотел сказать, что это также встречается достаточно редко. И в противовес этому можно говорить о раке яичников, основным путем распространения которого является интерперитениальная диссеминация, преобладающая над лимфогенными и гематогенными путями. На данном слайде представлено распределение индекса перитениального канцерматоза, на котором прошу, я не буду останавливаться, поскольку это было отражено Рашидой Вахидовной. Ежегодно в мире выявляется более 200 тысяч новых случаев злокачественных на образование яичников и более 100 тысяч смертей. В России, соответственно, более 7 тысяч смертей ежегодно. И рак яичников включает в тот спектр, в тот круг злокачественных на образовании рака поджелудочной железы, толстой кишки, рака желудка, рака печени, рака простаты, который проявляется канцерматозом брюшины. Более 70 тысяч пациентов с проявлениями перитениального канцерматоза. На данной схеме указано достаточно сложное распространение и возможные принципы распространения опухолевых клеток рака яичников в брюшине. Рак яичников может как самостоятельно распространяться по брюшине с током перитениальной жидкости, так и включается ряд принципов подключения легандов и рецепторов, которые обеспечивают имплантацию опухолевых клеток, в первую очередь клеток мезотелия с обеспечением леганда CD44. И следующим моментом опухолевые клетки образуют так называемые сфероиды, которые в последующем прикрепляются с использованием металлокиназ, МП2, МП19, что обеспечивает их последующую имплантацию в брюшину. В плане диагностики злокаченных карциноматоза брюшины следует отметить, что клинические проявления этого процесса очень невыражены синдромом тазовых болей, чувство переполненности после приема пищи, боли после полового контакта, очень неспецифичны и могут быть проявлением как первичного опухолевого процесса, так и картины канцерматоза. Показатели опухолевых маркеров C125 тоже неспецифичны и могут быть проявлением и основного опухолевого процесса роста опухоли. Показатели УЗИ нам позволяют в какой-то степени определиться с распространением процесса, но, к сожалению, определить топику и степень распространения опухолевого процесса, к сожалению, эта методика не позволяет. Компьютерная томография дает возможность более прицельно определить степень поражения, степень распространения опухолевого процесса, картину канцерматоза, и в этой ситуации нам в большей степени помогает магнитно-резонансная томография с использованием контрастирования так как обычных контрастов, так и в настоящий момент существует исследование с использованием целевых контрастов, которые позволяют не только определиться со степенью распространения процесса, но и с очагами, которые есть как в брюшной полости, так и в малом тазу. И, естественно, большую информацию по последним данным, это данные австралийского исследования, нам позволяет получить позитронно-эмиссионная томография, основой которого является исследование перекладывания на компьютерные картинки биохимических и физиологических процессов опухолевых клеток. В настоящий момент парадигмой лечения злокачественных наобразований яичников является сочетание хирургических методик с последующей химиотерапией. При распространенных формах проводится неодевантная химиотерапия, целью которой является уменьшение опухолевого процесса и возможность создания максимально реабилитативного вмешательства. И, к сожалению, уже на первом году до 35% выявляются рецидивы заболеваний, и, к сожалению, тактика лечения рецидивов злокачественных наобразований яичников в настоящий момент не имеет четких стандартов и четкого понимания. Нельзя не упомянуть возможные типы хирургических вмешательств при раке яичников. Естественно, это диагностические лапаротомии или лапароскопические вмешательства, которые позволяют нам определиться со степенью распространения опухолевого процесса. Операция «Секонд лук» или «Второй взгляд», которая позволяет оценить степень регресса опухолевых очагов или поражения брюшины после проведенных циклов химиотерапии либо курсов комбинированного лечения, когда мы не имеем измеряемых очагов по результатам компьютерной томографии, МРТ диагностики или позиционной эмиссионной томографии. И, тем не менее, мы получаем, допустим, маркерный рецидив повышения показателей СЕИ-125. Первичные циторедуктивные операции, которые подразумевают гистероктомию, экстерпацию матки с придатками и удаление большого сальника. И как раз-таки именно они направлены на максимальное удаление опухолевого очага. Промежуточные циторедуктивные операции, которые направлены и позволяют нам выполнить удаление, возможно, оставшихся опухолевых очагов после двух-трех циклов химиотерапии. И хирургия при рецидивах заболевания, рецидивах рака яичников, которая направлена на удаление рецидивных узлов, либо это после проведенных вторых-третьих линий химиотерапии, либо как первичный какой-то опухолевый очаг. И палеотивная хирургия, которая направлена не на увеличение продолжительности жизни, а на ликвидацию каких-то срочных ургентных ситуаций. Классификация операции при по-радикальности была предложена верготом, которая подразумевала оптимальную циторедукцию с остаточной опухоли до 1 см. субоптимальную операцию с остаточной опухоли более 1 до 2 см. И неоптимальная операция с остаточной опухоли более 2 см. И, естественно, эта классификация претерпела изменения. И этот слайд уже был представлен предыдущими докладчиками. На нем позвольте не останавливаться. И следует отметить и рассказать относительно промежуточных циторедуктивных операций, которые, как я уже сказал, несколько выше. Операция выполняется после 2-3 курсов химиотерапии, которые приводят к уменьшению размеров опухоли и исчезновению выпадов. Целью таких хирургических вмешательств является удаление оставшихся после химиотерапии опухолевых масс с последующим возможностью повысить шансы на успех последующей химиотерапии. Причем следует отметить, что частота оптимальных циторедукций по данным Виргота исследования, опубликованных в 2010 году, составляла 41%, а промежуточных операций 80%. Причем следует отметить, что выживаемость в группе оптимальных циторедукций была выше в случае, если выполнялась первичная операция в объеме оптимальной циторедукции, тогда как в случае отсутствия возможности и невыполнения оптимальных циторедуктивных вмешательств выживаемость была выше в группе, где пациенты получали предоперационную химиотерапию. Это вопрос, который сейчас активно дискутируется, что лучше и что правильнее и логичнее выполнять хирургическое циторедуктивное вмешательство сразу, либо проводить предоперационные неодевантные циклы химиотерапии. Втаичные циторедуктивные операции выполняются при рецидивах, возникающих после комбинированного лечения. Целью данных вмешательств является удаление рецидива заболевания. Так, на основании исследования ГОК-152 не продемонстрировало различий выживаемости при выполнении повторных циторедукций, а исследование ДЭСК-ТОП-1 определило эффективность только оптимальных циторедуктивных вмешательств. Естественно, обсуждался вопрос, и Рашида Вахидовна касалась ее возможности системного лечения рака яичника, который включает как различные противоопухолевые препараты, так и целевую терапию и гормонотерапию. Идеей внутрибрюшного введения противоопухолевых препаратов является интенсификацией терапии за счет повышения концентрации химиопрепаратов брюшной полости. На данном слайде представлены различные варианты эффективности внутривенной и внутрибрюшной химиотерапии. Недостатками интерперитениальной химиотерапии является Ограниченная пенетрация препарата в опухоль Наличие в большинстве случаев интерперитениального фиброза и спаечного процесса А также возможные инфекционные осложнения Перспективами преодоления данных недостатков является введение препарата в брюшную полость Во время хирургического вмешательства С возможным максимальным удалением опухолевых масс И возможное применение в комбинации с гипертермией Гипертермия сама по себе оказывает противоопухолевые эффекты Обладает цитостатическим действием Способствует более глубокому проникновению цитостатика Увеличивает повреждающие действия химиопрепаратами Данные эффекты были сформированы еще в 1965 году Вон Арденом, который обосновал и указал концепцию термометаболической терапии рака в локачественном образовании На данном насыщенном слайде представлены характеристики исследований комбинированной терапии Сочетание циторедуктуса и гипертермической внутрибрюшной химиотерапии При излокаченных на образованиях яичников Можно выделить исследование, которое было опубликовано в 2010 году Хельмом Где проводилось сравнение гипертермической перфузии При выполнении первичных циторедуктивных, промежуточных и консолидирующих хирургических вмешательств И в том числе и при рецидивах заболеваниях Медиа на общей выживаемости составила 30 месяцев На данном слайде, который указывает объем циторедукции спиритоноктомии Позвольте не останавливаться Эта информация звучала неоднократно И в продолжении этого направления Хотелось указать возможности одевантной химиотерапии Сочетание спиритоноктомии Которое показало увеличение 5-летней выживаемости до 6% И 5-летней безрецидивной выживаемости до 15% Следует сказать, что перитониальная метастаза у больных раком яичников Является неблагоприятным прогностическим фактором Инновационные клинические исследования с достаточными данными Необходимо сравнивать с традиционным лечением Так и без гипертермической перфузии И в будущем понимание того, как изменяется структура генома Функциональная активность опухолевых клеток Может позволить нам предсказать Какие пациенты являются кандидатами для циторедуктивной хирургии А каким пациентам будет более эффективна только химиотерапия Спасибо Большое спасибо Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!